И когда она начала мне читать наизусть мое стихотворение, я говорю, остановитесь, пожалуйста, потому что я сейчас расплачусь. 2015 год в России объявлен годом литературы. И это неспроста. Если в советские времена наша страна считалась самой читающей страной в мире, то с приходом новой идеологии и новых экономических отношений, с распространением интернета и мобильной связи, это достижение было несколько утрачено. И если у старшего поколения интерес к литературе еще достаточно высок, то многих молодых людей к активной читающей аудитории отнести все сложнее. А как раз чтение хорошей классической русской и зарубежной литературы как ничто другое формирует морально-нравственное качество человека, делает из него интеллектуальную личность, способную ориентироваться в сложном мире человеческих отношений. Однако интересно и то, что если в советские времена членами Союза писателей были в округе только три литератора Алексей Печков, Прокопий Евтысый и Алексей Коткин, то теперь этот список учетверился. Совсем недавно в числе других в Российский Союз писателей была принята и Светлана Коныгина, с которой накануне Международного женского дня 8 марта и встретилась наша съемочная группа. Уже в качестве профессиональной поэтессы и гостеприимной хозяйки Светлана встретила нас в своей новой уютной квартире. Родилась я на Украине. Родители приехали сюда, так скажем, очень давно. Меня привезли в девятимесячном возрасте в Наринмар. Мама Галина Владимировна, папа Игорь Петрович. Родители работали в геологоразведке. Они как обслуживающая отрасль. Мама в детском саду помощником воспитателя, папа непосредственно на месторождениях. Он бульдозерист, экскаваторщик. Их семья в первые годы на севере жила в бараке, как и многие другие, кто приехал осваивать в советские времена северные недра. Ряд деревянных строений и песок – таков был пейзаж за окном. Поездки на родину были только летом. А поэтому Светлана, конечно, очень скучалась здесь по роскошной зелени Украины, по большим деревьям и теплому климату. Я люблю лето. Мне нравится, вот как-то нравилось. Мы всегда бегали, играли, гуляли. Всегда были там водоемы. Я даже помню, когда возвращались сюда, в Наринмар, я несколько лет очень сильно страдала, потому что не видела кленовых листьев. Очень сложно было не видеть их. Кленовый лист, кленовый лист, Ты мне среди зимы приснись, В тот миг приснись, Когда пурга качает за окном снега. У бабушки на Украине был свой небольшой огород и вишневый сад. А маленькая Света очень любила лазить по деревьям. И вот как-то это увлечение однажды обернулось против ее свободного досуга. Бабушка увидела, что я хорошо лазила по деревьям, и предложила мне собирать вишни, например. Но когда я поняла, что все-таки это надолго, я уже стала как-то где-то убегать, где-то... Первый раз в первый класс Света пошла в школу номер 6 поселка Искателей. Конечно, с цветами и белыми бантами. И, конечно, навсегда останется в ее памяти и первый учитель. От Ангулова у нас Галина Васильевна была первая учительница. Первый-второй класс я здесь училась. Очень хорошие ребятки. Мы с ними и в садик вместе ходили, и в школу. С третьего по седьмой класс Светлана училась на Украине. Однако, оканчивая среднюю школу, вернулась в свой родной класс, с которым начинала. В старших классах предмет литературы оказался для нее в числе самых интересных. И, конечно, потому, что предподаватель был, что называется, по призванию. Погудинова Раиса Андреевна, она учитель русского литературы. Вот все-таки она... Настолько у нее такая особенная, хорошая подача. И читали, и даже я помню, что и хулиганы-мальчишки, она настолько умела подвести к какому-то произведению, что приходили и говорили, читал вчера. Первое свое стихотворение Светлана написала в 9 лет. И неизвестно, стала бы она дальше развивать эти свои способности к стихосложению, если бы не мама. Она педагогически точно смогла оценить и поддержать ребенка в его творческом порыве. Выслушала меня по-взрослому, и что мне хотелось дальше нести ей и показывать вот это все. То есть я не закрылась, не замкнулась. Одно из первых стихотворений Светланы было посвящено собаке. И, наверное, огромное сочувствие к братьям нашим меньшим, ко всему живому на земле и определило дальнейшее ее творческое развитие. Увидела я собаку несчастную, бедную, оборванную, голодную. И написала стихотворение «Доброта», которое назвала. Мы видим грязную, облезлую собаку. Она умрет от холода и ран. И все-таки она вам слепо доверяет, хоть сотню раз уж встретила обман. По окончании 11 класса Светлана выбрала профессию юриста. И для того, чтобы получить ее, поступила в Славянский университет, который успешно окончила и теперь трудится по специальности. Однако в детстве планы были несколько другими. Хотела быть балериной. У нас есть в роду и в балете танцуют. То есть вот и девочки, и мальчики в Севастополе. Вот они в Государственном театре танцуют. Это тоже по бабушкиной линии. Получается, наши, наверное, двоюродные братья и сестры. Когда я маленькая была, я помню, что они приезжали к нам на лето, пару дней поедят, а потом начинают отрабатывать это все. Но потом, когда посмотрела, как они выкручивают полотенце после своих тренировок, задумалась о том, что, наверное, не стоит. Потом хотела быть стюардессой. Потому что все время летали, все время в самолетах, и они очень красивые. Потом хотела быть ветеринаром. Ветеринарным врачом очень сильно хотела. А потом как-то вот остановилась на юристе. После первого слушателя и наставника визящной словесности мамы ее способности оценил никто иной, как Алексей Ильич Печков, ныне признанный всеми классик ненецкой литературы. Мы встретились в этнокультурном центре. Я принесла тетрадку, в которой там несколько стихотворений буквально переписала для того, чтобы человек понял, стоит или не стоит со мной, в принципе, на эту тему разговаривать. Показала. Он посмотрел на меня, подумал, сказал, вы не хотите печататься? Я говорю, что-то прям так сразу. Он говорит, ну да, давайте пробную книжечку сделаем. Одно стихотворение прочитал. Одно из, прочитал и говорит, вот это стихотворение меня волнует. Я говорю, а что именно? Говорит, я бы подкорректировала. Говорю, а что? Ну, подскажите, может быть. Он говорит, конец очень грустный. Давайте сделаем повеселение. Светлана проявила характер и не стала ничего менять. Тем не менее, через какое-то время в Нарьянке появилось ее первое стихотворение, которое мэтр Печков посчитал наиболее удачным из ее первой подборки. Для самой Светланы эти строчки остаются актуальными и сейчас, как некий заговор или молитва. Если я вдруг споткнусь на нелегком пути, дай мне, Господи, сил снова встать и идти. Дай мне сил не сломаться и других не сломать. Своей жизненной ношей упрямо шагать. И когда я присяду отдохнуть у огня, пусть кто должен дождаться, дождется нулю. С этого стихотворения, опубликованного в Нарьяна Виндер с легкой руки Алексея Печкова и началась официальная творческая жизнь литератора Коныгиной. Это был 2000 год, начало нового века. И последующий 2001 год порадовал Светлану выпуском ее первой небольшой книжки. И здесь ей помог, как и обещал, Алексей Ильич Печков. А она тогда и не подозревала, что общается с личностью и поэтом высокого полета. Ну не знала я, что он настолько вот маститый на тот момент уже был. То есть я знала, что он пишет, я знала, что он корреспондент в Нарьяна Виндер. Он так замечательно принял меня, он так добр был. Мы общались долгое время, что-то обсуждали. Он при мне же читал, то есть он при мне что-то говорил. Очень положительное впечатление. Вот такой вот добрый, седовласый, такой вот яденький. А теперь у Светланы и у самой объявляются вдруг поклонники ее творчества. Притом это происходит порой очень неожиданно и поразительно для самого автора. Так на одном каком-то вечере отдыха среди коллег и людей незнакомых ее очень удивила одна встреча. Зашла девушка и говорит, а вы ведь Светлана Конегина? Я говорю, ну да. Смотрю, думаю, не узнаю. Она говорит, несколько лет назад, говорит, я уже отучилась сейчас в Питере, замуж вышла, ребенка родила. Несколько лет назад попалась ей вот эта книжечка «Моя на глаза» у какой-то подружки. И она говорит, я прочитала и выучила стихотворение. И когда она начала мне читать наизусть мое стихотворение, я говорю, остановитесь, пожалуйста, потому что я сейчас расплачусь. Место как бы не располагается к слезам. Продолжение разговора с членом Союза российских писателей Светланой Конегиной вы можете посмотреть в следующей программе «Знакомый и незнакомый человек». А учитывая то, что мы снимали программу накануне всенародно любимого праздника 8 марта, мы не могли не попросить Светлану прочитать что-то из своих стихов про весну. Для всех представительниц прекрасной половины человечества – северяна. Взрывной волной нежданного тепла разбилось стекла серой непогоды. Природа встрепенулась, ожила и потянула зелень к небосводу. Прогретый воздух так и лнет к домам, наполненные нежнейшей птичьей трелью. Голубоглазым поднимаясь небесам, вдруг замирает облачной метелью. Широкими мазками запеклись волокна белые на голубой эмали. Весна пришла, неужто дождались, а удивила, будто и не ждали.